Рип Абрагимов, коллега, журналист, самое главное, работает в штабе дагестанской команды. Вот несколько слов буквально. Как шла подготовка, все понимают в каких условиях, вот как это было в Дагестане, как ребята это воспринимали и вообще с каким настроем приехали сюда? Ну вообще борцы, ну сами по себе энергичные люди очень, поэтому вот этот карантин и вот эта вот самоизоляция, конечно, негативно на их психологическую составляющую влияла, но они не как бы не унывали, там берег моря, лес, выходили на природу, тренировались все время, даже когда во время карантина, все равно вот в режиме самоизоляции они не переставали тренироваться. Ну и потом был один сбор хороший в Высокогорье уже после отмены карантина. Да, вот единственное опасение вызывало, что вот переносили чемпионат в России несколько раз, поэтому сборы-то как надо их подводить, там определенное расстояние между, ну разница во времени должна быть. И вот там разница во времени между двумя сборами получалась чуть-чуть больше, там на неделю, там на 10 дней. Вот это вызывало опасение, не растеряют ли они форму с прошлого сбора, где физподготовка шла до, там, ковра. Ну, пока вроде бы на сегодняшний день три веса, три финалиста, я думаю, как-то все нормально вроде бы идет. Ну, сегодня первый день, понятно, что приехали большие команды, как всегда. И всегда на сборе в команде понятно, вот, что кто из ребят, что называется, вот звенит на следующий момент на пике. Вот на какие нам фамилии обратить внимание, на какие категории, с твоей точки зрения? Ну, я не буду говорить про лидеров команды, это, естественно, там, Угуев, Рашидов, Садулаев, Гази Магомедов, Курбан Алиев. Эти ребята все, любой из них, ну, Рашидов, любой из них может, как говорится, то, что может, там, процент большой, что он поднимется на верхнюю ступень, где стало. Из молодых, вот сегодня как раз было молодое дарование, это Шахиев, Рамазан, хороший парень, очень, ну, схватка с Расланом Рамоновым, ну, фактически, ну, такая схватка была. Ну, не ожидал, честно говоря, что вот так даже он выиграет, с Расланом все-таки опытный парень. Ну, вот видите, он как бы выстрелил, выстрелил. Вот таких ребят есть еще несколько ребят. Ждем от молодежи. А так, все лидеры команды, которые в прошлых сезонах выступали на каком-то уровне, я думаю, что ниже своего уровня они не выступают. Скажи, как восприняли ребята в Дагестане, что переносят Олимпийские игры? Ведь для кого-то это конец карьеры, а для кого-то это старт. Возможность? Ну, у нас большей частью команда довольно молодая, может, поэтому такой болезненной реакции на это не было. Как бы все, ну, нам все воля Господа, как говорится. Они же борцы, там, шаг за шагом. Первый шаг – чемпионат России, потом чемпионат мира, если пробьются, чемпионат Европы, отбор, там. Ну, они вот ставят поэтапные такие задачи, и, конечно, конечная цель и вершина – это Олимпийский. С нами был Ариф Ибрагимов, Дагестан. Спасибо, Ариф. Спасибо большое.